Здравствуйте, с вами Рина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Изначально я планировала прийти с темами, которые заявлены в описании подкаста, чтобы поговорить на вопросы и попытаться ответить на них, кто я, в чем смысл жизни, в чем мое предназначение. С какого-то времени они встали в моем пространстве, и мне прям захотелось уделить им время. Но, как обычно, жизнь вносит свои коррективы, не спрашивая нас. И поэтому на сегодняшний день для меня самым правильным и актуальным стал разговор о состоянии, которое я сейчас наблюдаю в людях и вообще в пространстве. Да, эти вопросы выше озвученные, конечно же, важны и очень важны. И мне очень хочется говорить на эти темы. Но, вы знаете, как-то... как-то не получается все время прийти и основательно сесть, потому что все время что-то происходит. И эта реальность упорно не дает того пространства, которое я хотела бы выделить для этих разговоров. Немного, может быть, мудрёно я тут закрутила, но я надеюсь, в меня правильно и услышите, поймёте и почувствуете. Дело в том, что вот эта тема, которую я сегодня хочу осветить, она периодически встаёт в моём пространстве. И я говорю о состоянии людей и пространства обычно на тематических встречах, которые провожу вживую в Челябинске. Иногда я выкладываю посты, но сейчас просто уже такое состояние, такое большое изменение абсолютно всего с января этого года, что у меня просто, к сожалению, конечно же, к большому сожалению, не хватает времени. И сейчас абсолютно другая история начинается. Я полностью переформатирую, перенаправляю своё дело. И сейчас хочется сразу ещё озвучить по поводу происходящих пауз. Если кто слушал мой подкаст сначала, то я уже объясняла эти моменты, почему я делаю паузы, почему они такие продолжительные, почему я их не убираю в записях, потому что они важны, они нужны. И на самом деле в этих паузах есть намного больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Ну, во-первых, я иду за своей природой. И для меня самое правильное озвучивать то, что льётся через меня не лишь бы как-то, а именно так, как правильно для этого момента и которые, конечно, этот темп соответствует моему состоянию. Я помню, как в одном сотрудничестве ко мне пришла молодая женщина, подписалась на мой канал в Телеграм-канале. И через какое-то время отозвалась, прослушав записи. Я помню, как она просто, вот её взрывали эти паузы на Божие. Я, говорит, прям сначала слушать не могла. У меня всё время был вопрос, ну зачем столько пауз? Ну зачем? Вот так много, так вот. Я прям читаю у неё там бегущая строка, нудно даже, наверное, где-то, прям тягомотина. И только, говорит, когда прошло время, прошли вот все процессы, которые были запущены в нашем сотрудничестве, они уже стали встраиваться, изменилось её состояние. И она, говорит, я прям почувствовала, как в этих паузах много смысла. И действительно происходит наше взаимодействие. И таким образом, мне кажется, как я чувствую, происходит вот именно самая правильная история. В первую очередь, конечно же, для вас, потому что я и так себя знаю. Я знаю моё место, я знаю, что я делаю, как я делаю, зачем я это делаю. И поэтому у меня есть определённое право, данное мне при рождении, прийти и говорить, потому что я на сегодняшний день знаю немного больше вот именно в этой сфере. Потому что у меня за плечами мой опыт, моя дорога длиною в жизнь. И поэтому эти паузы не просто так. Если они вас цепляют, если они вас бесят, вымораживают, задайте себе вопрос, что это для меня. Не надо валить всё на меня, предлагаю задать себе вопросы. и я уверена, что вы увидите очень много интересного, нового о себе. этот вопрос, что это для меня, я всегда говорила в любых ситуациях в своей жизни. и поэтому он мне помог прийти туда, где я сейчас. И я знаю огромную ценность этого вопроса. И не надо тратить время, силы, энергию и получается жизнь на то, чтобы воевать с миром, с людьми. Всё это драгоценное время лучше потратить в себя. Хотя бы вот на этот вопрос. И, конечно, дать время прорасти ему в себе и найти тот ответ, который, скорее всего, стучится и очень сильно стучится. Вот. Поэтому с паузами разобрались, двигаемся дальше. Почему ещё я так медленно говорю? Потому что сейчас состояние очень и очень очень и очень непростое. Воскресенье. Вот сегодня четверг. Воскресенье у меня прошёл модуль школы. И он был очень насыщенным, мощным, очень таким прям сильным модулем. Тема разговора с мамой всегда тема тем жизни любого человека. Больше, наверное, говорить нечего. И поэтому этот модуль, конечно же, стал очень, повторяюсь, очень мощным и непростым, сложным. Вот, наверное, ещё какие правильные слова нужно здесь озвучить. потому что в начале модуля через меня родилась трансформационная дорога исцеления сердца. И эта тема сейчас выходит на первый план с января этого года. и когда я её выставляла в пространстве модуля, я увидела связь со встречей по энергиям года наступившего, которую я провела 7 января. И эту тему я озвучивала, я прям увидела вот эту канву, которая идёт через всё время этого месяца. и вот на модуле как раз произошло вот это удивительное я даже не знаю как это сказать творчество вместе с жизнью, вместе со всеми теми людьми, которые пришли позже. И это очень важно стало, потому что сначала нужно было уделить время исцелению тем, которые принесли участницы на этот модуль. И уж только потом мы приступили к теме модуля во второй части дня. Почти 3,5 часа шло исцеление сердец всех тех замечательных девушек, женщин, которые пришли, потому что что толку передавать информацию, если фонит, болит, что-то вот прям сейчас такое воспаленное. И жизнь, как всегда, мудра. Мы дали время этому исцелению, этому разговору глубокому, в первую очередь с собой, конечно. И только потом уже приступили к теме модуля, как я, наверное, уже опять повторяюсь. К чему я это все говорю? Потому что состояние участниц мне подтвердило то, что я вижу в людях. В январе это были встречи по энергиям года, 7 января, потом 14 января были расстановки, и вот 28 января был модуль. И на протяжении всех этих мероприятий я четко отслеживала вот вот эту динамику очень непростого состояния. Я уже говорила в конце 23 года, что с января начнется другая история. Понятно, что никаких планов, сценариев я озвучить не могла и не собиралась, потому что это вообще не моя задача. Я говорила об энергетическом, о сильном энергетическом изменении пространства. Так оно и произошло. И с января началась вот эта история замедления скоростей, началось очень сильное торможение, все это не просто так, конечно, если раньше до декабря процессы встраивались максимум три месяца, то сейчас они, то сейчас для им нужно больше времени в силу очень многих обстоятельств. Все обстоятельства скорее всего я не смогу озвучить сегодня и не буду. я скажу только то, что сейчас вместе со всеми трансформационными процессами, которые уже произошли и встраиваются в людях активизированы темы, которые были запечатаны в их сердце, вот что и показали все последние встречи, и плюсом льется огромная активация солнечной энергии, ряд вспышек на солнце стал происходить, все это, конечно же, не просто так, для того, чтобы помочь людям, поверьте, все делается во благо, очиститься от того, что должно уже быть очищено и уйти из жизни, так как мешает им и очень сильно. Люди не, большинство имею ввиду, конечно же, не идут во внутреннюю глубокую работу, чтобы вовремя помогать себе освобождаться от этих тяжестей в том же сердце, вот, к сожалению, и поэтому жизнь не поступает иначе, ее не остановить, у нее своя история, она больше нас, и у нее нет абсолютно никаких претензий никому, она просто делает свое дело, и вот таким образом, посылая сейчас вот эти все потоки, которые только усиливаются, таким образом в наших телах уже выжигается при помощи солнечной энергии вся та вся та история уже старая, можно сказать, гнилая, токсичная, которая уже всех задолбала, откровенно говоря, самих людей же задолбала, только они ничего не делают, и все это сделано во благо, поэтому сейчас наблюдается очень сильное обезвоживание организма, это вот все равно, что сейчас, секунду, я сначала еще скажу, почему я так, мне на самом деле очень сложно говорить, вот в связи со всеми этими процессами, я просто не закончила мысль, и уже пошла информация дальше, мне надо здесь сначала завершить, очень трудно речевому аппарату, потому что, я говорю, процессы на модуле были очень сильные, и плюсом прям с понедельника начались новые процессы, понедельник, вторник, среда, у меня произошел полный сдвиг всех мероприятий, встреч, и только сегодня, в четверг, я уже более-менее, как говорится, в ресурсе, могу здесь делиться этой информацией, более того, я еще даже физически не смогла подготовить пост для сетей о прошедшем модуле, наброски есть, но он рождается вот прям так тяжело, у меня каждая клетка как гиря, и поэтому вот очень сложно говорить, если вам тяжело воспринимается, то либо отставьте эту запись, либо, ну опять же, вопрос, что это для меня, либо вам сейчас уже будет легче воспринимать, потому что я вам объяснила, почему тяжеловато идет речь, здесь я ничего с собой сделать не могу и продавливать из себя не хочу, надеюсь на ваше правильное понимание, я надеюсь, что мое состояние, моя искренность и откровенность помогут вам сейчас увидеть ваше состояние и больше понимать и себя, и близких людей, и уже с большим пониманием и уважением относиться к своему состоянию, соответственно, к людям вокруг вас, это делается, вот этот разговор делается именно с этой целью, чтобы внести ясность, чтобы было проще, легче, спокойнее для всех, моя задача передать вам, выгрузить из меня, потому что я еще раз говорю, я думала, что я сейчас пост напишу, выложу и займусь разговором вот на те темы, которые я озвучила выше, кто я, в чем смысл моей жизни и так далее, но проснулась я под сирену скорой помощи, я поняла, что здесь до тех вопросов пока еще речь точно не дошла, а более актуальный разговор именно о состоянии, что происходит сейчас, тем более до тематической встречи, еще времени очень много, я думаю, что эта информация сейчас будет более востребована и нужна, и тем более мне это нужно выгрузить, потому что эта тема прям встала в центр моего пространства, и мне ее надо обязательно передать, вот, значит, с речевым аппаратом тоже разобрались, я вам объяснила, если у вас такое же состояние, тем более вы сейчас будете понимать от себя, дергать себя не будете и будете более лояльны и к себе и к другим людям, и дай бог, вот, что еще очень важно мне сейчас сказать, в силу усиления активности солнечной энергии выжигается, я уже сказала, вся старая история, это все равно, что резко, например, вот, рыба плавает в водоеме, и резко из-за очень высокой жары этот водоем начал испаряться, влага начала испаряться, очень резко, очень мощно, резко повышается температура и идет мощнейшее испарение воды, водоем мелеет и вот сейчас состояние людей в принципе, знаете, можно как представить себе, это вот как будто в этом водоеме осталось уже очень мало воды, то есть вроде бы как рыба лежит на боку, вроде бы вот еще есть там что-то, но полноценного водоема точно нет, вот сейчас тела людей выглядят вот так, иссушены, вот прям такое слово идет, иссушены, обезвожены, поэтому есть такое торможение вообще во всех системах наших, во всех органах, особенно в мозгах, в голове, вот я говорю, в речевых аппаратах, потому что мозги плавятся буквально, каша, жижа, плюс все это еще выжигается, обезвоживание полное организма, и поэтому сейчас первая, конечно же, первая рекомендация, и при этом еще я заметила, даже вот я уже, которая все свои рекомендации вот просто дооскоменно уже я и постоянно выполняю, вот эти базовые, имею в виду, базовые, без которых уже просто невозможно в этой жизни жить, вот, и то я заметила, что у меня прямо идет замирание дыхания, я это отследила, вот все эти дни я была в каком-то коматозе, и отследила только вот буквально вчера вечером, откровенно говоря, я была под впечатлением, потому что я не ожидала, я думала, у меня уже это все встроено, вот до автоматизма, я увидела у себя замирание дыхания, то есть энергии очень мощные, очень сильные процессы просто запредельные, поэтому я и пришла, чтобы внести эту ясность и помочь вовремя, самое главное, главное, чтобы делали, но это уже ваше личное дело, моя задача поделиться и передать информацию, а дальше уже каждый сам распоряжается, вот, значит, первое это дыхание, следить за ним, несколько раз в день останавливаться, делать паузы, кстати, паузы являются неотъемлемой частью жизни, жить нужно сейчас только через паузы, это так, на заметку, это тоже очень важная ремарка, и делать глубокий вдох через нос в живот, задерживать дыхание на какое-то время, чтобы это было комфортно, и выдыхать через рот, и таких вдохов несколько, желательно, чтобы вы при этом, особенно, если вы будете делать это первый раз, если кто-то услышит эту рекомендацию, будет делать первый раз, может быть головокружение, поэтому на ходу я не рекомендую делать, я рекомендую делать сейчас эти дыхательные, ну, наверное, упражнения, вот, я предлагаю делать это глубокое дыхание, только обязательно держать за какую-то опору, либо сидя, либо стоя, потому что, еще раз говорю, телам сейчас очень сложно, и если у вас, тем более, было долгое замирание дыхания, вы просто этого не замечали, то может быть очень сильное головокружение, вот, поэтому, значит, несколько раз в день делать такие паузы, ну, в дне редко получается, кто особенно сильно загружен, но хотя бы утром и вечером, вот, ну, конечно, в дне следить, что вы просто дышите, есть поверхностное дыхание, вы, наверное, его знаете, диафрагма, и вот более глубокое, то есть, вот, дышать, главное дышать, на какой уровень вы сейчас можете дышать, вы сами определяете, но глубокое дыхание, диафрагма, глубокое дыхание в живот, прям, рекомендую, вот, дыхание это первое, значит, второе, это, конечно же, вода, 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 в любых количествах, в любых, в любое время, главный момент, чтобы она была теплая, это очень важно, очень важно давать телу именно теплую воду, ванны, душ обязательно, и в то же время очень много теплой воды внутрь, лично у меня очень сильно за это время сохла носоглотка, и у меня всегда стоит вода, теплая, всегда, круглосуточно, и я постоянно вот смачиваю носоглотку полностью, потому что я свое тело, слава Богу, чувствую постоянно, и вот я постоянно смачиваю и постоянно сохнет, 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 все сохнет, поэтому, сами понимаете, что здесь надо прям уделить этому время, но это не шутки, телам нужно помогать проживать такие непростые процессы, вот, лично у меня уходит очень много крема, кожа просто трескается, я выписываю такие тубы по пол-литра, и вот у меня стоит мой замечательный крем, и я круглосуточно в себя это все, вот, круглосуточно втираю, тем более, я очень много принимаю туши, ванну, и кроме этого, даже кроме этого, я вот, вышла только, как говорится, использовала крем, через какое-то время смотрю уже, все, как будто ничего нет, то есть, кожи тоже нужна помощь, и очень большая, вот, что еще, минимизировать, а лучше вести карантин на сидение в интернете, вот, потому что сейчас в силу всех процессов поднялись, еще больше усугубились процессы у всех людей, вот, токсичность уже зашкаливает, она и так была непростая, сейчас еще хлеще стало, я уже рассказывала, что мне пространство, наша реальность энергетически напоминает вот прям пласты, как авгиевы конюшни, вот это все лежит, это же все результат жизни людей, накопленной за жизнь, ну, это не только их, конечно, история, это вообще родовые истории, тут, в общем, отдельная тема очень большая, вот, а сейчас в людях происходят просто огромные воспалительные процессы внутри, все это проживают тела, и те, которые не выдерживают, к большому сожалению, уходят, и возможно, что вот с января, вот сейчас я уже наблюдаю, опять начинается история массового ухода людей из жизни, к большому сожалению. Я не пугаю, я не накручиваю, я просто говорю, констатирую факт, для того, чтобы вы знали серьезность ситуации, серьезность того положения, которое есть сейчас на планете, в людях, кто предупрежден, тот знает. Это мой девиз, и здесь еще хочется такую ремарку вставить. в свое время, сейчас у нас 24-й год, это где-то был, наверное, 18-й, 19-й год, нет, наверное, 20-й, ну, в общем, 19-й, 20-й, вот я не помню, к сожалению, когда эта девушка пришла ко мне в пространство, она сначала очень так активно вошла, все ей нравилось, она была в восторге, а через какое-то время от нее приходит информация, что для нее информация моего пространства, которой я делюсь на страницах, делилась, для нее тяжеловато, она так и сказала, слишком много драмы, ну, типа, надо жить веселее, надо жить легче, и все в таком духе, и в этом я увидела, ну, понятно, у каждого своя история, естественно, я не претендую, я никого не уговариваю, и я тогда озвучила, что это не я такая, это жизнь такая, я бы рада писать о другом, но моя задача говорить о том, что важно сейчас, и я тогда уже прям в набаты била, что люди делайте, помогайте себе, иначе, иначе, ой, а потом, когда события стали разворачиваться просто в жесточайшем таком сценарии, пандемия, массовые уходы, вот тогда и люди увидели, ну, по крайней мере, то окружение, с которым я делилась, увидели, что я не просто так это говорила, все стало подтверждаться, увы, к большому моему сожалению, я, откровенно говоря, я не ожидала масштаб, который потом начал происходить, но он происходил, и поэтому сейчас то же самое, я бы рада говорить о более веселых вещах, о более оптимистичных, я верю и знаю, что у нас все идет туда, но мы еще только туда идем, и, к сожалению, у нас сейчас очень непростая история, на земле происходит, которую нам нужно пройти, вопрос как? Для меня вопрос, ответ на этот вопрос звучит так, три слова я вкладываю в сценарий этого этапа, чистота, достоинства и лад быть и оставаться человеком и делать свое дело так, как чувствует душа, от всего сердца делать, через сердце смотреть на мир, через сердце делать свое дело, а для всего этого нужна информация вовремя, естественно, помогать себе, потому что только в таком состоянии, мне кажется, мы, ну, по крайней мере, вот, мне кажется, вот лично у меня получится идти эту дорогу и в первую очередь спокойно себе смотреть в глаза, что я на этом этапе не бултыхалась в негативе, извините, в дерьме, в психологическом и не тратила свое время и жизнь, воюя со всем миром, поливая всех грязью и желая всего там по списку, а я это время прожила именно так, как мне комфортно, вот я уже озвучила, это чистота, достоинства и лад. И еще очень важный момент для меня, вот, прям сейчас встал с открытыми глазами, вот ради чего я это сказала, с открытыми глазами, не убегая, не закрываясь от мира, от жизни, с открытыми глазами, а для открытых глаз нужна информация вовремя, когда ты живешь с открытыми глазами, появляется необходимость выдерживать то, что ты видишь, а это возможно только если у тебя у самой нету внутренних авгиевых конюшен, по крайней мере, целой кучи, которая может очень сильно повлиять на твои отношения с этим миром. вот такие дела. Интересный разговор получается, потому что я думала, приду и скажу просто про энергетическое состояние, что много солнца сушит, все уже как засохшие рыбы, дышите люди, пейте больше воды, будет вам легче и проще. По крайней мере, мне это точно помогает и всегда работала и работает, но это база-база, это всегда было, есть и будет на этой планете. Но разговор получается более глубокий, потому что это тоже очень важно. В конце концов, для чего мы это все делаем? именно для этого, чтобы качество жизни менять так, как нам нужно. Вот. Дорогие друзья, видимые и невидимые. так, что еще могу я тут рекомендации озвучить? Либо карантин, либо минимизация интернета, я уже сказала. Ну, понятно, по поводу окружения тут уже тоже, это уже как вывод, мне кажется, это естественное следствие фильтровать окружение, потому что сейчас главная задача это сохранение своей энергии, своего пространства, своего потока. Вот. Единственное, что мне сейчас постоянно передают, чтобы я обязательно добавляла, потому что я пошел большой перекус у нас в понимании когда люди вот я говорю минимизировать общение, то есть больше уединения, здесь люди понимают меня буквально. Я вот вижу просто, что происходит в интернете, сейчас тоже наблюдаю, что это уже вошло в какой-то культ слушать только себя, только себе. Пошел большой перекус перегиб этой темы, потому что это не есть правильно. Да, слушать себя надо, себя в приоритет ставить надо, это все не обсуждается, но при этом ни в коем случае нельзя закрываться от мира и от людей, потому что иначе это начнется другая история и очень плачевная, со всеми вытекающими последствиями. поэтому минимизировать токсичное общение, токсичное и в то же время сохранять связь с людьми, с внешним миром, вовремя слушая то, что приходит оттуда. Вот это очень важное дополнение, потому что сейчас я еще раз говорю, пошел большой перекус, на эту тему дай бог получится тоже отдельно поговорить, хочу. Вот. Что еще? Прогулки на природе обязательно, да, ходить по непричесанной земле, то есть без асфальта, без тротуаров, это да, ну хотя бы вообще просто ходить по паркам, если есть возможность куда-то прям на живую природу выбраться, это вообще подарок. Вот. Обращаться к земле, чтобы она почистила, чтобы она выровняла, чтобы она помогла, просить ее наполнить вас живой энергией, в общем, все, что хотите. И обязательно, обязательно сейчас я всем рекомендую, особенно когда бываете на непричесанной земле, обязательно обращаться к своему роду, к своим предкам, помочь вам на данном этапе жизни, попросите их также очистить вас от всего, что нужно очиститься, наполнить силой рода, поддержкой, заботой, защитой, в общем, все, что сердцу просится, прямо просите, просите. наши предки уже давным-давно ждут, когда их потомки начнут открывать глаза, пробуждаться и становиться уже действительно продолжением рода. Но сейчас, конечно, там есть кое-какие изменения, я писала об этом, ну, в общем, ладно, я уже и так тут, ого, 40 минут говорю, буду закругляться. Но в любом случае, если есть у вас такое желание связаться с вашей родовой системой, с вашими корнями, как я их правильно называю, наши корни, наши истоки, то делайте это обязательно. Обращайтесь к небу, к Богу, к кому вы обращаетесь, важные моменты вашей жизни, да, в любые, чтобы чувствовать эту поддержку. И я рекомендую прям подольше смотреть, подольше, прям подольше, подольше смотреть на небо и чувствовать вот эту силу, вот эту мощь, это целое, которое гораздо больше нас, гораздо больше, мудрее. И дышать, верить и дышать. И таким образом соединение с жизнью и с этим больше будет еще больше, потому что через дыхание мы соединяемся. Это сакральные такие моменты, когда человек дышит, благодаря этому дыханию впускает в себя жизнь, говорит жизни, да, на самом деле, чтобы вы понимали. То есть, получается, я начала с дыхания, дыханием и закончила. Ну вот, основа основ жизни. Дышите, пейте как можно больше воды, теплой и обязательно лейте эту воду, как чувствуете, правильным для себя. Прям хочется. Я прям вижу уборки, что вы сделали, как-то, знаете, прям хочется, потому что на самом деле очищение сейчас всему требуется. Это больше об энергетическом состоянии идет речь. лейте, лейте, поливайте, прям идет такая информация. Любите, будьте любимы. Я надеюсь, этот разговор поможет вам и сейчас, и при ближайших шагах жить, быть легче. Вот такие дела, друзья. Рада быть полезной. Если мое присутствие сегодня и разговор вам помогли, буду только рада. Значит, я точно почувствовала правильный момент и правильный разговор. Вот. Ну а дальше посмотрим. Мне сейчас надо одолеть информацию о прошедшем модуле все-таки. Я надеюсь, что сейчас вот я выгрузила самое актуальное. Пост уже легче пойдет. Дай бог. Вот. Если появятся вопросы, пожалуйста, я открыта на связи. Комментарии, отклики тоже интересны. Чем вы дышите, что вы думаете, как вам зашло, не зашло, согласны, не согласны. это же вообще здорово. Это же вообще здорово общаться, тем более, если чувствуешь, что человек на одной волне. Вот. Так что, в общем, я вам, а вы мне. Я буду этому очень рада. Вот. Вот. Какая красота. Я начала говорить, и был такой туман. Туман, туман. Сейчас заканчивает такое солнце. Просто красота. Такой шикарный тихий снегопад идет. Просто благость. И вам я желаю, чтобы и солнце вас именно радовало, чтобы вы чувствовали эту радость. И радовало все. Любая погода за окном, потому что внутри у вас погода именно та, которая для вас вкусная. именно ваша-ваша. Желаю от всей души все. Прощаюсь. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова